здравствуйте уважаемые друзья говорят для того чтобы стать великой певицей нужно как минимум иметь голос артистический талант и безупречную внешность все это конечно не помешает но и не поможет сколько их безызвестных красавиц блистательных и голосистых талантливых так и не сделали карьеру на эстраде но и тех кто сделал единицы и среди них клавдия ивановна шульженко ее не сильный с характерными интонациями голос ни с каким другим не сравнишь и не спутаешь ее пение как путешествие в другое время далекое и почему-то непременно счастливое так пела только она клавдия ивановна шульженко родилась она 24 марта 1906 года в харькове в семье бухгалтера управления железной дороги когда отец начинал петь со всей улицы да и соседних тоже подтягивались слушатели еще больше приходило в их двор народу когда иван шульженко объявлял что вечером состоится не только концерт но и небольшой спектакль который разыгрывали отец с матерью их сын коля а также маленькая клава отец мечтал о том что дочь станет певицей а она была без ума от веры холодной и других актеров немого кино глава считала что петь сумеет каждая а вот хорошие актрисы могут стать единицы в харькове был украинский драматический театр где служил прославленный режиссер николай синельников 15 годам клавдия пересмотрела весь репертуар театра и поклялась себе что через два-три года обязательно станет актрисы но случилось это даже раньше запланированного срока на просмотре она решила исполнить песню распрягайте хлопцы коней аккомпанировал юной клаве тогда еще малоизвестной 22-летней заведующей музыкальной частью исаак донаевский который в то время жил в харькове она мечтала театре но отец твердо гнул свою линию и чуть не насильно привел ее за руку к профессору консерватории никите чемизову тот учил ее музыки но однажды не выдержал вздохнул ты счастливая у тебя голос поставлен от природы тебе нужно только развивать и совершенствовать его тогда же клауди впервые осознала что ее предназначение петь ты должна играть песню и при этом исполнять в ней все роли эти слова николая синейникова она помнила всю жизнь полных залов молодой исполнительницы не пришлось ждать долго она всегда учитывала мнение слушателей пытаясь выстроить свой репертуар таким образом чтобы у них не возникло желание покинуть зал еще до того как закончится концерт харьков стал для клади городом не только детства и юности но и серьезной любви на гастроли в 1928 году приехал ее ровесник одессит владимир коралли в середине 20-х годов он ездил с театрами эстрады вел концерты в качестве конферансье бил чечетку исполнял веселые и сатирические куплеты как не влюбиться в такого одаренного молодого человека но первая встреча оказалась мимолетной певица уехала в ленинград где дебютировала на сцене мюзик холла ее успех превзошел все ожидания вместо запланированных двух песен довелось исполнить все семь составлявших ее репертуар тогда же состоялась их вторая встреча которая положила начало семейному и творческому союзу а рождение сына Георгия в 1930 году только прибавило Клавдии Ивановне желание совершенствовать мастерство пения в середине 30-х годов Клавдия с мужем много гастролировали были сделаны первые записи ее песен на грампластинке именно это позволило ей стать не только узнаваемой но и любимой миллионами людей осенью 1939 года прошел первый всесоюзный конкурс артистов эстрады авторитетное и крайне строгое жюри не присудило никому первой премии хотя в числе конкурсантов было немало талантливых артистов челита девушка прощай и записка три песни представлены Клавдию Шуженко произвели на жюри и зрителей неизгладимые впечатления она стала лауреатом конкурса росла популярность Клавдии Шуженко два мощных завода грампласт треста выпускали огромное количество пластинок с записями Шуженко которые на прилавках не задерживались объявление о начале войны застала певицу на гастролях в Ереване добровольно вступив в ряды действующей армии в первый год ленинградской блокады она дала 500 концертов в сотни раз певица выезжала на фронт выступая перед бойцами ее песни звучали на передовых и в госпиталях в репертуаре Клавдии Иванова Шуженко было много песен но где бы она ни выступала бойцы всегда просили ее спойте синий платочек счастливая и необычная судьба у этой песни она родилась дважды в 1939 году впервые прозвучала эта мелодия именно тогда спасаясь от фашистской неволи в советский союз приехали участники популярного польского эстрадного коллектива голубой джаз они выступали с концертами в городах весной 1940 года голубой джаз гастролировал в Москве на одном из концертов побывал поэт и драматург Яков Галицкий среди многочисленных мелодий одна понравилась ему и он тут же сделал подтекстовку и через несколько дней состоялась премьера песни когда началась война трудно было предположить что синий платочек встанет в строй боевых песен но это случилось весной 1942 года фронтовой джаза оркестр Владимира Карали и Клавдия Шульженко выступал в гвардейском подразделении перед защитниками легендарной дороги жизни через Ладожское озеро после концерта беседой с бойцами Клавдия Ивановна познакомилась с литературным сотрудником газеты в решающий бой лейтенантом Михаилом Александровичем Максимовым когда речь зашла о любимых песнях и в частности о синем платочке артистка сказала песня популярна в народе у нее простая запоминающаяся мелодия но нужны другие слова которые отражали бы сегодняшний день нашу великую битву с фашизмом тогда песня нужна будет армии Максимов не был поэтом да и в газете работал всего лишь два месяца но слова певицы его заволновали он как-то неожиданно произнес строчит пулеметчик Клавдия Ивановна ухватил за эти слова вот-вот Максимов сразу же принялся работать над новым текстом песни К утру текст был готов Был это 9 апреля 1942 года Так песня родилась заново Помню как в памятный вечер Садал платочек твой с плеч Как провожала и обещала Как синий платочек сберечь И ты со мной Нет сегодня, любимой, родной Знаю, с любовью ты и в голову Ты прячешь лотот на районе Письма твои получая Слышу я голос родной И между строчек и плоточек Снова встает предо мной И часто в бой Провожает меня Облик твой Чувствую рядом с любящим взглядом Ты постоянно со мной Сколько заветных платочков Мы сохраняем с собой Нежные речи, девичьи плечи Помним в страде боевой За них родных Желанных и любимых Таких Строчит пулеметчик За синий платочек Что было на плечах дорогих Кончится время лихое С радостной вестью приду Снова дорогу К милой порогу Я без ошибки найду И вновь весной Под знакомой Весь вистой Сосной Милые встречи Нежные речи Нам возвратятся С тобой Милые встречи Нежные речи Нам возвратятся С тобой В 1942 году Клавдию Шудженко Наградили Медалью за оборону Ленинграда От 9 мая 1945 года Орденом Красной Звезды Летом того же года За выдающиеся заслуги В области вокального искусства Певице было присвоено Звание заслуженной артистки РСФСР Тогда журналисты писали Что окончательная Творческая креда Шудженко Ее художественная тема И лирическая героиня Сформировались Именно в годы войны Потому что В ее репертуаре Больше не было Случайных песен Послевоенные годы Шудженко буквально Воцарилась на эстраде Задавая тон В вокальном жанре Ее изящные пустячки Мгновенно обретали популярность На самом деле Песни по-прежнему Были разными Просто артистка Научилась делать их своими Она не пела их А играла Каждая песня Была по-своему Оригинальна Каждый месяц Десятки сольных выступлений Каждый день Сотни поклонников С годами Ее мастерство Лишь оттачивалось Став народной артисткой СССР Она не пыталась Задерживать внимание Зрителей На музыкальных ритмах Костюмах Косметике Или прическе Артистка Заставляла Видеть и слышать Совсем другое Задумываться О чем-то Действительно важном В канун 31 декабря 1955 года Шурженко Скорали Поссорились И впервые За долгие годы Встретили Новый год Врось А в наступавшем году Прожив вместе 25 лет Развелись Почему? Точного ответа На этот вопрос Наверное Ни один из них Не знал Их союз Был скорее Творческим Чем любовным Ей приходило Очень много писем С признаниями В любви Но в этой Общей массе Она выделяла Письма И открытки Подписанные Инициалами Г.Е. Его звали Георгий Епифанов К Клавдию Ивановну Он заочно Влюбился Еще до войны Когда в 1940 году Купил ее Пластинку С песней Челита Этот таинственный Воздыхатель Слал ей Открытки Со всех уголков Советского Союза Кинооператор Был моложе Эстрадной Примадонны На 12 лет Но любовь Оказалась Сильнее предрассудков Они поженились В 1957 году Их счастье Длилось 10 лет Они разошлись На долгих 10 лет Но однажды Она вновь Увидела его В первом ряду На своем концерте И сказала Прямо со сцены Жорж Прости меня Возвращайся Мне без тебя Так одиноко Они были счастливы До того рокового дня 17 июня 1984 года А потом она ушла Навсегда Умерла Клавдия Ивановна В своей московской квартире Где стоял рояль Который Дмитрий Шостакович Проиграл когда-то ей В преферанс Долго болела Среди личных вещей Концертное платье От малоизвестного Тогда модельера Вячеслава Зайцева В записной книжке Телефоны поликлиники Московского Большого театра И домашний телефон Аркадия Райкина С которым ее связывала Крепкая дружба Похоронена в Москве На Новодевичьем кладбище Владимир Карали Умер через 12 лет Который завещал сыну Похоронить тебя Рядом с любимой женой Не могу жить Ни с тобой Ни без тебя Последние годы жизни Она стала с удовольствием Слушать свои записи И каждый день Ставила на проигрыватель Пластинку А ведь раньше Если кто-то заводил Патефон с ее песнями Отмахивался Боже Как мне надоела Эта Шульженко О ее характере Ходили легенды Но певица Всегда знал себе цену Я стала эпохой В нашей культуре Как-то сказала она Своему концертмейстеру Тот возразил Что такой вывод Должен сделать народ Народ может и забыть Ответила Клаудия Шульженко Когда бы сбросить мне года Начать сначала с юных лет Дорогу выбрала б тогда Дорогу выбрала б тогда Которой не было и нет Но где дорогу отыскать Которой не было и нет Да просто надо помечтать Да просто надо помечтать Мечтать И в этом весь секрет Когда бы вспомнить мне друзья Все увлечения юных лет Такое вспомнила бы я Такое вспомнила бы я Какого не было и нет Но где такое раздобыть Какого не было и нет Да просто надо полюбить Да просто надо полюбить Любить И в этом весь секрет Когда вы спросите меня Как я живу на склоне лет Отвечу я Полна огня Да-да Полна огня И юных сил Которых нет Но как вы можете гореть Когда уж молодости нет Да просто надо не стареть Да просто надо не стареть Вот так И в этом весь секрет Вот так